Добрый день. Предприятие ЮНЕЦ в городе Нова Шахтин с главным бухгалтером, я это сказала, Калина Александровна. Значит, у нас мы экспортеры, и у нас возникает очень большой вопрос, когда мы сдаем декларации, которые в электронном виде, это все замечательно, но передвес мы все руками. Но вы нарушили это не самого электронного? Не аплодируем. Это вообще ситуация, которая требуется. Уже говорили, ну дайте адрес электронной почты. Я ее просто куда отправлю вам. С подписью электронного сентября директора. Но не могу я ездить каждый раз и инвестировать в это время. Это первое. Второе. Вот вы говорите автоматические ваши требования, которые приходят ежедневно после сдачи отчетов. Если честно говоря, вот они мне приходят, мои знакомые. Мир постоянно. И у меня возникла ситуация. Что я отвечала в прошлом квартале, что я не отвечала. Анализ моей деятельности начиная с 12-го года. И я начинаю расписывать, что я анализовала. Это сдавало. Что это, то есть, неполная база возмещения на божьих интересов. Я поставила покупателей туда, возместила. А они мне пишут, что у меня замещение базы. Отвечаю уже в такой порт. Устала. Шахты на месте. Шахты на месте. Кроме того, что это не шахты генованы. Это генована помощи вашей системы. Потому что в этой системе не занесет ли первоначальные остатки по тех базам, которые были до того года. И то есть получается, что сайта на начало, ну, не будет даваться это, вот. То есть получается, что я всегда статистически нормал. И я начинаю каждый раз отчитываться по этому поводу. То есть это именно нас потребовали? Да, именно нас потребовали, и они бессмысленные, потому что они сформированы по критериям, которые описали программисты, дали коллегии по отведению бухгалтерского ученого, к сожалению. Вот, видите? А когда я прошла программе, это и убега. То есть я понимаю, что тот, кто писал, он это сделал просто по формальному признаку. Мы можем совместно сформулировать предложение. Можем сформулировать. Если я меняюся телефонами, я могу попробовать. Я всегда готова. Вот. Сейчас, минуточку. Хорошо. Третий вопрос. Какая у нас идет генеральная проверка по тому же налоговому индвесу? Нас прозвит налоговый орган предоставит сто процентов из счета фактуры. Я везу КАС документы в электронном виде. По ПИГУ. Нет. В электронном виде вот та программа, которая не позволяет сделать ответ на налоговые органы. К сожалению, она не говорит ограниченное количество. Это не шахты виноваты. Говорю еще и так. Это виновата система та, которая не способна принять большой компьютер информации. То есть ваши серверы не способны. А они, инспектора, затыкаются вот в таких километрах. Моя депутатура, и непонятно кое, хотя она грузина, в которой я сижу, я всегда копирую. И они тоже его не смотрят. Именно счета фактуры? Ну, счета фактура. А проверка и депутата. Еще фактура. Тольк 12. Центрент. То есть фактуру не нужны, запрошу, потому что они деморативно. Ладно. Ладно. Первичные документы. Прошу прощения. Первичные документы. То есть это база, которая, в принципе, у вас есть. Ой, ну ладно. Я тут могу продолжать камеру дальше. Вот. Ну, будем надеяться, что налоговые органы снизают и все-таки, да, организуют свои электронные документы, наоборот, чтобы у вас с налоговым владельчиком бы работал более, так сказать, оперативно давайте. И пик и дресс, пожалуйста, сделайте. Знаете, я вас слышала. Спасибо огромное за вопросы. Да. Не курирую в данное направление, но, позвольте себе сказать, счета фактура, если требует этого безобразия, то... Нет, нет, нет. Лидичные документы. Ну, к сожалению, для счастья, все-таки 88-я статья, да, и возмещение МДС – это деньги из бюджета. И мы обязаны исследовать. И те документы первичные, которые вы называете, помогают нам увидеть. Действительно, нет транспортировался это данный товар, да? Да. Да. А, я поняла вас. То есть именно вид представления, да? Да. Спасибо большое. Мы готовы. Вы слышите все ваши предложения. Я вам тоже конкретно. Алексей Александрович. Здорово. Алексей Александрович. Алексей Александрович Никонов, поднимитесь, пожалуйста. Чайник отдела коммерального контроля управления. Мы все ваши предложения соберем по этому вопросу. И мы обязательно доведем это. Да. Спасибо большое. Еще раз. Еще раз.